итак появилась у меня задача из двух 10 секционных батарей сделать 3 2 по 7 и 1 по 6 получается нужно 3 секции открутить на этой 3 секции открутить и потом эти 2 по 3 соединить вместе для этого нужен специальный ключ у меня не оказалось специального ключа сначала подумал как бы его сделать из расплескать пруток какой-нибудь потому что в середину залазит 18 пруток и там просто нужно расплескать но решил другим путем пойти нашел у себя в гараже тягу рулевую она сюда дальше там не здесь нужно как раз на усиках цепляется сейчас покажу на каких вот на двух усиках которые и должен зайти ключ причем нужно первую эту муфту пропустить вторую пропустить зайти в третью вот у меня вся весь диаметр проходит и сейчас вот на этом шарике здесь пропилы такие сделаю с двух сторон или с четырех чтобы эти усики туда проходили получается я там где-то 24 миллиметра плюс-минус а у меня шарик 25 я весь диаметр по пол миллиметра сниму и сделаю условно два пропила с одной стороны и с другой стороны чтобы было меньше 20 миллиметров где-то 19 потому что здесь около 20 или может быть 19 между между двумя усиками и он туда как раз будет проходить с обратной стороны подумаю или две гайки накручу законтрагаю или просто согну этот конец так получилось что у меня не хочется мне за сваркой ехать всего там оказался но если нужно будет приварить сюда трубку сделаю короткий на всю мне не надо одноразовый инструмент но быстро за полчаса его сделаю собственно нужно сделать только два пропила и все есть инструмент для разборки и сборки секционных применевых батарей ну что же с этой стороны я сделал два пропила не захотел 4 2 пропила сточил под тут 23 получилось а с этой стороны сделал под шестигранник на 12 и поставлю какой-то сломанный шестигранник головку сейчас забью и все и буду вот таким инструментом откручивать закручивать это весь сюда поставил такую втулочку для того чтобы немножко центровала и не царапала резьбу внутри батареи она так будет заходить и на ней опираться в общем-то все повторять это просто вот такой за 30 минут 20 минут 20 минут можно сделать вот такой инструмент увидимся на канале так но теперь воспользуемся этим крючем значит я уже одну раскрутил 2 вот такая втулка стоит между всеми тремя мы две из них пропускаем вот такие есть швецы будут ударены здесь такие вмятины они заходят в середину и вот я значит первую прохожу вторую прохожу а на третьей остановлюсь вставляю вот сюда пластиковую штуку чтобы не помять и не поцарапать и все если вот эта лицевая сторона то обыкновенную сторону откручивания бывает сильно бывает средне закручены в принципе это уже откручиваем ну и тут важно я же откручиваю третью она крутили то сверху то сверху то сверху то снизу чтобы не было перекосов на что обращать внимание на прокладку получается что нужно нужно ну что я понимаю она в пленке я разрезаю и здесь посредине между ними стоит прокладка и она бывает так что одной частью к одной приклеилась другой к другу если будете раскрывать она порвется ее нужно от одной стороны на одну какую то сторону и сверху и снизу лучше на каком то возможности это делать чтобы на струку поставить или еще что то то же самое делаем и на второй ну в общем то вот такая не хитрое дело тут достаточно просто сорвать все остальное вы делаете вручную немного здесь немного здесь и смотрим я смотрю тут надо от одной стороны отрезать отцепить прокладку это если вы хотите ее сохранить если нет без разницы тогда если вы поставите новую я тоже поставлю на герметик то есть ну вот я пойду этим путем поэтому если вы хотите сохранить прокладку то обратите внимание что она может порваться ну собственно и все закручивать в обратной последовательности у меня короткая тяга рулевая если вам нужно не на 3 а на 5 то тогда вам более длинную тягу обратитесь к людям у которых бус или грузовой автомобиль у них тяги поднимают поэтому можете и они не нужны никому а она постоянно меняется поэтому узнайте у своих друзей запросто сможете сделать такой инструмент быстро чтобы вам просто проверить выводы что в эту точку на 1 в эту точку